Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день отдания праздника Богоявления и в день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13, посвященная памяти святой, а также рядовое Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 1 по 12. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь притчу сию, виноград насади человек, и огради оплотом, и ископа точила, и создав столб, и предади его тяжателям, и отыди. И посла к тяжателям во время раба, да оттяжатель приимет от плода винограда. Они же емши и губиша, и послаши тощ. И паки посла к ним другага раба, и того каменя бивши, пробиши главу ему, и послаши бесчестно. И паки и нога посла, и того убиша, и многие ины, овы убобиющи, овы же убивающи. И еще уба единого сына имя возлюбленного своего, посла и того к ним последи глаголя, яко усрамятся сыну моего. Они же тяжатели реша к себе, яко сей есть наследник, придите, убием его, и наше будет наследствие. И емши и губиша, и извергоши его вон из винограда, что убы сотворит Господь винограда, придет и погубит тяжатели, и даст виноград и нем. Не писание ли сего члисте, камень его же не вреду сотвориша зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивного очию нашею. И исках у его яте, и убояшися народа, разумеша, бо, яко к ним притчу рече, и остальше его от и доша. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь такую притчу. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал со главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет, рассуди же, как велико было Божие попечение о них и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес оградую, насадил виноградник и все прочее. А им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, изберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено. Но и при всем том, они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога. Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Оградой виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник и от воров. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы и сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с нижним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших виноградники. Архиепископ Аверки Таушев поясняет. Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать Ветхозаветную Церковь. Обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и вообще все учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий от влияния язычества. Под виноградарями, разумеются, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синедриона. Господь вверил им всю полноту власти над еврейским народом. С тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало, в духе закона Божия. «Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков, но их то били, то убивали. Именно так поступили с посланниками Божиими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы. И поэтому жестоко избивали пророков Божиих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил своим своего сына, то виноградари сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». Ефимий Зигабен замечает, смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его, как сына Божия, но убили, как наследника виноградника, то есть как царя Израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь Израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные и ослепленные завистью они это забыли и вознамерились убить его и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий — это мы. И как виноградник должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, исполненной любви к нему и стремление приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok